Александр Лукашенко будет занимать высший государственный пост в Беларуси уже в пятый раз. Его победа на выборах более чем убедительная. 20-ти кратный отрыв от ближайших соперников при рекордной явке на избирательной участке. Поздравляю вас с окончанием выборов. То, что Александр Лукашенко в пятый раз станет президентом, стало понятно, как только распечатали урны и начали считать. Его стопку бюллетеней сложно перепутать с другими. Мы наблюдаем за результатами выборов под Минском, в так называемом агрогородке Семница, в Доме культуры. Здесь доработают два участка, есть наблюдатели, они, правда, не очень любопытные. Зато журналистам абсолютно свободно дают наблюдать за подсчетом голосов. Это самая большая стопка за действующего президента Александра Лукашенко. Есть вторая, поменьше, за Татьяну Короткевич. И третья, это против всех. В этой избирательной комиссии сидят учителя, госслужащие, зоотехники местного агропредприятия. Александр Лукашенко им, конечно, ближе, если не сказать роднее других кандидатов. Победил у нас Александр Григорьевич Лукашенко, конечно, подавляющим большинством голосов. Но я хочу сказать, что и у Короткевич тоже неплохие результаты. А вот женщину-кандидата Татьяну Короткевич еще год назад в центре Минска никто бы не узнал в лицо. Она никогда не занимала руководящих должностей и прежде была лишь помощницей в штабе оппозиционного движения. Теперь Татьяна празднует не победа, но хоть какой-то рейтинг. Она, похоже, сама не ожидала, что за нее будут так активно голосовать. Получила там цветы, поздравления, именно с этими словами. Это день рождения политика, это еще раз доказывает успешность нашей компании. Белорусский Центризбирком сегодня объявил официальные цифры. И оказалось, что в целом по стране данные отличаются. По данным ЦИХ, побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. 83,49% избирателей, 6,4% избирателей, которые проголосовали против всех. На третьем месте после этой абстрактной графы находится госпожа Короткевич, за которую в целом по стране проголосовало 4,42% избирателей. Остальные оппоненты Александра Лукашенко идут на уровне статистической погрешности. На втором месте даже не кандидат, а его отсутствие. Причем на участках в столице и регионах цифры отличаются. Например, в Минске против всех это около 20%. За Татьяну Короткевич в Минске 7%, а Лукашенко набрал 65%. Результаты голосования в Минске, отличные от голосования в целом по республике, лишь подтверждают общую честность проведения этой кампании. На этих выборах победила и Лидия Ермошина. Она обеспечила явку в 87% и рекорд на досрочном голосовании 36%. Наблюдатели от СНГ назвали выборы в целом справедливыми. А представители миссии ОБСЕ сегодня пожаловались на отсутствие прогресса в белорусской демократии. Ясно, что Беларуси еще придется проделать большой путь, чтобы выполнить взятые на себя демократические обязательства в сфере выборов. Серьезные проблемы остаются. Это касается формирования избирательных комиссий, они в основном зависимы от местных властей. В победе Лукашенко мало кто сомневается. Дискуссия лишь в том, с каким процентом он выиграл. Те, кто за него не голосовал, смотрят на выборы как на неизбежность погодного явления. А большинство, кто голосовал, их волнует не цифра, а уверенность в завтрашнем дне. Мне важно спокойствие, спокойствие на улице. Мне важно, чтобы не жгли машины, чтобы я могла спокойно вечером гулять. Переизбранный Лукашенко не планирует изменений ни во внутренней, ни во внешней политике. Об отношениях с Россией он сказал заранее, еще на избирательном участке. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Мы родные народы и родные страны. И эту позицию мы будем придерживаться этой всегда. Конечно же имеем свою позицию. На каждых выборах белорусский ЦИК заявляет о победе Лукашенко с большим отрывом. Но в этот раз поставлен рекорд. В бюллетени за него не помещались стандартные пакеты Центризбиркома. Кое-где даже проявляли смекалку и запаковывали их в обои. С цифрой 83,5% президент Беларуси еще ни разу не выигрывал. Екатерина Кибанчин, Дмитрий Скворцов и Алексей Кручинин. Первый канал. Минск.